Привет, мои дорогие подписчики и те, кто в первый раз у меня на канале, вас их очень рада видеть. Меня зовут Лена. И сегодня у меня на канале будет четвертая заключительная часть о моей раскраске по номерам, которые я вчера вечером благополучно закончила. Кстати, чему я очень-очень сильно рада. И я вообще просто бегу, спешу, спотыкаюсь для того, чтобы поскорее снять это видео, так как мне хочется уже ее зафоршмачить в рамку, которую я купила, и повесить на стену. Ну, на свою стену, вернее, на стену в спальне я вешать не буду, повешу я ее к ребенку, тем более она ему очень понравилась. Так что сейчас я снимаю видео, постараюсь все свои мысли, какие-то переживания, радостные эмоции, все сегодня в этом видео вам рассказать, дать какие-то еще разочек советы, потому что есть вещи, которые, ну, как сказать, о которых я просто-напросто не думала, которые я узнала только тогда, когда стала раскрашивать это видео. Так что у нас, ой, господи, видео, раскрашивать эту раскраску, у нас с вами сегодня немножечко такое болтологическое видео, в котором я буду очень много болтать, много рассказывать и много вам советовать. Надеюсь, это будет вам, ну, все-таки полезно. Так, смотрите, у меня сейчас лежат красочки. Так, и что я хочу сказать вам в первую очередь? Ну, смотрите, в самом начале эти краски были упакованы в вакуумную такую пленочку. Вот. Лучше, если вы не собираетесь раскрашивать, эту пленочку не снимать, потому что эти краски имеют такую вот особенность, не очень хорошую, они быстро высыхают. Я эту картину раскрашивала в 4 подхода, то есть 4, ну, не то чтобы вечера, а 4 каких-то вот отрезочка времени были мною потрачены. Начала я ее раскрашивать 12 февраля, закончила 25 марта, то есть 1,5 месяца мне потребовалось. Я все-таки советую, если вы решили раскрашивать ее, раскрашивайте поскорее, потому что краски высыхают. Я вот вчера, когда раскрашивала, я уже поняла, что, блин, они так уже стали подсыхания, они такие, знаете, стали густые. И вот самое неприятное то, что когда вы водички немножко вроде с кисточки добавляете, либо цвет не слишком насыщенный, либо она слишком какая-то жидкая, либо такая немножко густоватая. Короче, не очень здорово. Можно купить, может быть, работу чуть поменьше, утром сесть, да, там, допустим, входной день, и вечером закончить. Это будет вообще самое идеальное, наверное, такое вот решение этой раскраски, потому что краски сохнут. Вот, ну, вы сняли вакуумную вот эту упаковочку, положили их, и, смотрите, всегда старайтесь, чтобы они стояли именно так, потому что если вы их перевернете вот так, да, красочка потечет на крышечке. Ну, собственно говоря, как и было у меня. Но это все было потому, что они были изначально так упакованы, то есть две вот так вот лежали, а две вот эти полосочки, они были перевернуты. Ну, и поэтому немножечко краски скопилось на крышках. Ну, вот такой вот косяк. Так, значит, крышечки закрывайте очень-очень плотно, потому что, еще раз повторяю, краска высыхает. Так, что я хочу вам еще сказать. Значит, когда я вчера раскрасила, у меня остались такие вот сероватые участки, то есть которые не были раскрашены. Ну, я, конечно, подумала, ну, а что там, типа они не раскрашены, значит, ничего не, ну, как бы делать не надо. Ну, одна мне девушка в Инстаграме подсказала, что раскрасить, собственно говоря, нужно все. И я сразу вспомнила о том, что здесь лежал один цвет, который был без номера. То есть, по идее, он должен был быть 24. Нет, это не 24 номер, это как раз-таки номер, который пойдет в работу при раскрашивании тех участков серого цвета, которые были на картине и не были пронумерованы. Вот, это надо смотреть. Я такого не знала. Когда я купила, разобрала, думаю, ну, просто коричневый, ну, мало ли там, пригодится чего-то. Ну, собственно говоря, как бы пригодится, не пригодится. Об этом я и... Я вообще, в принципе, об этом забыла, если честно. И вот вспомнила тогда, когда мне уже подсказали. Вот. Обратите... Обратите внимание, здесь очень много коричневого цвета, который я вот благополучно, собственно говоря, закрасила. Ну, это был уже такой самый последний мой рыбок. Я уже, если честно, стремилась поскорее ее закончить, потому что я купила рамку, и хочется вроде как бы и в рамку ее уже все запихнуть, повесить и... Ну, отложить этот процесс, скажем так. Эту раскраску по номерам, это действительно бесценный опыт для меня. Так, что хочу сказать про краски. Значит, краски надо закрывать, надо не переворачивать, надо все-таки побыстрее ими раскрашивать. И чего я сказать-то еще хотела? Да вроде все сказала. Они, конечно, сохнут. Сохнут, засранцы сохнут. Так, я их убираю. А, вот еще. Осталось у меня каких-то красок примерно половиночка. Открывать не буду, потому что закрывать достаточно тяжеловато. Закрывайте их получше. Погерметичнее. А где-то у меня осталось чуть-чуть поменьше половинки. Ну, на такую картину больше не хватит. Ну, красочки такие, скажем, неплохие. Может быть, там, поразукрашивать еще, ну, еще что-то можно. Я, если честно, не знаю уже, куда их деть. Но пока они у меня лежат, может быть, что-нибудь я поразукрашиваю. Так. Ну, и сейчас очень многие, кстати, люди спрашивали у меня, какие у меня эмоции, какие у меня мысли. Стоит покупать, не покупать. Кто-то купил и сидит, думает, а раскрасит, не раскрасит, раскрасит, не раскрасит. И сейчас я буду, я постараюсь вам рассказать, насколько мне понравилось или не понравилось. Или, ну, стоит покупать, не стоит покупать. Это лично мое мнение. Так, ну, перед тем, как начать раскрашивать, я еще хочу сказать, старайтесь, 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 старайтесь. Старайтесь раскрашивать сверху, потому что вот я что-то стала раскрашивать снизу. Именно поэтому я, ну, скажем так, хорошенечко перепачкала все руки. То есть, краска такая достаточно, ну, как бы отмыть, конечно, от рук можно, но проблематично, если честно. А там от одежды это вообще просто кошмар. Как бы старайтесь все-таки одежду не пачкать этой краской. Вот. Так что с красками надо аккуратнее раскрашивать все-таки лучше сверху. Кисточки по вашему усмотрению выбирайте, какие вам нравятся. Значения, я думаю, это никакого не имеет. Нравится, раскрашивайте. Ну, не нравится, не раскрашивайте. Потому что кисточки неплохие, конечно, в комплекте, но, может быть, кому-то нравятся другие. Кстати, я вообще в основном в конце уже раскрашивала теми кисточками, которые были не в комплекте. Ну, вот как-то вот так. Вот. И когда раскрашиваете, лучше все-таки кисточку немножечко мочить. Как бы и вот этой вот мокрой кисточкой уже брать красочки. Как вы раскрашиваете? Мазками, линиями, ну, еще как-то это, опять-таки, на ваше усмотрение. Я ни в коем случае ничего не говорю. Конечно, здесь можно разукрашивать очень аккуратно, вырисовывать. Но я, ой-ой-ой, я не такой, наверное, человек. Я как-то больше мазками, как, наверное, я, наверное, почувствовала себя художником. И так это мазками раскрашивала, раскрашивала. Получилось, что, ну, получилось, грубо говоря, вот так, конечно, не совсем, как было изображено на картинке. Эта картинка будет в правом углу для того, чтобы и мне напомнить, и вам напомнить о том, что же, собственно говоря, я купила, и чего я хотела добиться. Так, какие у меня эмоции по поводу завершения этой работы? Если честно, я очень рада, потому что, в целом, я могу сказать, мне понравилось. Это мой первый опыт. Я не художник, рисовать не умею, раскрашу. Я тоже, может быть, кривовато там где-то. И мне, как человеку, который, ну, скажем так, вот в таком процессе художественном абсолютно неопытный, для меня это прекрасное, прекрасный, наверное, какой-то опыт. Мне было интересно, мне понравилось, мне как-то вот, мне это расслабило. Но по поводу того, чтобы покупать еще какую-то такую работу, раскрашивать, не раскрашивать, да, на момент у меня есть сомнения, потому что мне как-то не хочется. Ну, я не знаю, мне, наверное, просто хотелось попробовать. Я столько раз видела эти картины на Алиэкспрессе, где-то вот в Мир Вышивки Магазин, где-то еще в других магазинах, в Ютубе я смотрела видео, и мне хотелось попробовать. Ну, собственно говоря, я наконец-то купила, я попробовала, я для себя что-то... Что-то я, конечно, получила, я получила расслабление, я получила какую-то радость, положительные эмоции, какой-то положительный эффект от этого раскрашивания. Мне было интересно, потому что мне хотелось, и я попробовала. Самое главное то, что если хотите что-то сделать, сделайте. Почему нет? Возможно, конечно, не получилось немножечко так, как вот на этой картинке. Но мне кажется, так и не могло, конечно, получиться, как на этой картинке, потому что... ну, потому что не могло. Я как-то сомневаюсь в том, что так вот могло получиться. Но получилось в любом случае так, как мне нравится. Я думаю, это самое главное. Я, конечно, могу посоветовать всем тем, кто решит купить, начать раскрашивать эту работу Наверное, лучше взять для начала размерчик поменьше Эта работа, потому что у меня 40 на 50 Это много для меня Может быть, для вас, конечно, это будет нормально Но попробовать, конечно, лучше начать с какой-то маленькой работы Потому что, вы знаете, это вот как любая вещь Как вот вышивка, господи, как еще что-то Можно попробовать сделать какую-то маленькую вещь Потом сказать, да не, я не хочу Я не хочу больше И тогда ты поймешь, может, ты ошибешься, может быть, нет Я не знаю, на самом деле Но у меня вот такая точка зрения То, что лучше, конечно, начинать пробовать с чего-то маленького Но в данный момент я сделала что-то Ну, не то, что сделала Купила эту работу какую-то слишком большого размера И как бы не по силам выбрала Вот Как-то и Когда очень хочется, можно купить Можно попробовать, да Но не факт то, что может что-то понравиться Я говорю, это в жизни так всегда Ты можешь хотеть что-то скушать Что-то приготовить Куда-то сходить Или там, я не знаю, что-то сделать Татуировку, да Допустим Ты смотришь на татуировку На татуировку Ой, такая классная А потом думаешь Блин, сейчас это себе сделаешь И на всю жизнь оставишь Это правда Сделайте себе что-то маленькое Потом посмотрите Подумайте Хотите ли вы себе напить что-то побольше или нет Вот я вам могу сказать Я, например, не хочу себе делать что-то Хотя раньше я думала Ой, татуировки Прям вообще классные Я просто с ума сходила от вышивки лентами Но купила лент Хотела Вышила маленькую работу лентами Подумала Ё-моё, в жизни больше не возьму Ну такая ерунда Мне понравилось Поэтому я всё-таки советую взять вам На какую-нибудь небольшую такую работку И попробовать Понравится Купите побольше Ведь никто не заставляет Конечно Вот И Ну, 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 ну Мне кажется, это интересно Мне кажется, это что-то новое Это Опять-таки Какое-то Это сделано, в принципе, для того Чтобы, наверное, расслабиться Отвлечься И мне Когда я раскрашивала Действительно Вот были такие, знаете Эмоции Мысли какие-то Я расслаблялась Я раскрашивала Отвлекалась Это было что-то новое Что-то интересное Тем более Если человек творческий, допустим Да И не просто как-то Хочет что-то другое сделать Но просто хочет как-то немножко Найти что-то новое для себя Вот я, например, человек Который вышивает То так, то так Но мне всегда хочется что-то новое И в данный момент Она нашла для себя что-то новое И я считаю, что это надо попробовать Потому что это интересно И кому-то может понравиться Не все умеют, к сожалению Рисовать Я не умею Категорически не умею Но хочется Вот в данный момент Не умею Я попробовала Я что-то для себя нарисовала И мне Мне очень нравится Мне понравилось Так что Мои эмоции На все 100% положительны Но я в данный момент Не знаю Хочу я купить Или не хочу Я купить еще Такую работу Вот такого плана Может быть Может быть захочу Может быть не захочу Не знаю Ничего, короче Говорить не буду Какие еще бы вам Свои мысли Мне столько мыслей было Когда я раскрасила Мне очень хочется Просто сейчас Ее уже в рамку запихнуть Но правда У меня рамка Совершенно такая обычная Потому что Работа достаточно большая 40 на 50 Естественно Заказывать какую-то рамку Это бешеные деньги Будут стоить Там в багетке Я купила Обычную рамку Может быть Я ее там На дачу Отвезу Может быть Может быть И нет Вот Может быть У ребенка Пока повешу В комнате Ну она действительно Такая замечательная Но опять-таки Хочу напомнить Смотреть на нее Лучше все-таки Издалека Потому что Она какая-то Более красивая Когда смотришь На нее Издалека Вот сейчас Я смотрю Вот на камеру На дисплей Когда снимаю Мне как-то больше нравится Чем я Допустим Смотрю на эту Работу Сиди рядом Ну рядом Мне нравится Я достаточно Достаточно Я рада И счастлива Я бы вот так Могла сказать Так 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 Ну вот такие Четыре части Собственно говоря Я снимала В которых я показывала То есть я Одну четвертую Одну четвертую Одну четвертую И одну четвертую Раскрасила И в каждом видео Я что-то рассказывала Делилась с вами Если вам как бы интересно Посмотрите все видео Самое главное Можно посмотреть Распаковку Не подождите Я уже распаковала По-моему Когда снимала видео Ну можно посмотреть Как я купила Скажем так Эту работу И посмотреть Что там было В комплектации Вот Значит Так Чего мы с вами Все-таки Будем делать Если купим Так Краски Мы откроем Тогда Когда начнем Рисовать Разукрасить Да Раскрашивать Мы будем Начинать 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 Только сверху Понемножечку Сам Стиль Раскрашивания Так сказать Какими-то там Мазками Такими мазками Точками Квадратиками Не знаю Раскрашивать Как вам нравится Можно конечно Раскрашивать Очень-очень Аккуратно Прям совсем-совсем Я не то что Так не делала Ну Я рисовала Такими мазками Скажем Они получились Не такие прям Супер-пупер ровные У меня Вот Ну Ничего страшного Мне все равно Все нравится Так Кисточки Берем любые Обязательно Водичку Можно раскрашивать В перчаточках Чтобы ручки Не испачкать И одежду Лучше футболку Одевать Чтобы не это Не испачкаться Значит Когда берем Красочку Кисточку Желательно Намочить Можно взять Салфетку Я же по вам сказала Или тряпочку Чтобы кисточку Вытирать Воду в процессе Желательно Менять Почаще Краски Закрываем Более Герметично В самом конце Когда остаются Серые цвета Ну то есть Серые участки Которые не раскрашены Надо посмотреть Чем все-таки Раскрашивать Ну и самое главное Конечно Выбирайте что хотите Может быть Ну все-таки Наверное Лучше взять Дизайн Какой Не дизайн А размерчик Чуть-чуть Поменьше Вот Ну как-то так Очень мне Хотелось Снять это видео Вам это все Показать Но конечно Лучше вам будет Посмотреть Тогда Когда я ее Уже оформлю Вот Когда повешу Я сниму видео Обязательно покажу Ну мне само интересно Посмотреть Как она будет Смотреться На стене Ну вот Такой вот Так сказать Как это правильно Сказать Курс рисовашек Я вам привела Я рисовашка Которая Первый раз Что-то Раскрашивает Рисует Вот И я надеюсь Вам было интересно Вам понравился результат Мне в принципе В целом он понравился Я очень даже довольна И я уже спешу Ее оформлять Уже бегу Бегу-бегу Потому что Очень хочется Ее оформить И повесить Я надеюсь То что вам было интересно Значит в описании К этому видео Можно будет посмотреть По ссылочкам Походить Там и первая Вторая Третья Четвертая части Есть Ну если кому-то Интересно будет Вот Я очень была рада Что вы были у меня На канале Посмотрели эти видео Я конечно же советую Вам купить такие работы Если купили То раскрашивайте С удовольствием Я надеюсь То что у вас получится Красиво Замечательно И самое главное Вы в процессе этой работы Будете успокаиваться И радоваться Потому что Не то чтобы успокаиваться Вы будете как-то Наверное чувствовать себя Более так умиротворенно Успокоившись И вам понравится И пускай это раскрашивают Не только девушки Но и мужчины Потому что я думаю Это замечательно Кстати мой муж так и не попробовал Ее раскрасить Мужчины Да Еще раз большое спасибо Что были у меня на канале Подписывайтесь Ставьте лайки Пишите комментарии Добавляйтесь друзья В контакт В группы в контакте В одноклассники И подписывайтесь На страничку В инстаграме Я надеюсь То что вам было интересно Еще раз хочу сказать Я очень рада Что вы зашли ко мне на канал И мы с вами Увидимся уже в других Моих видео Но чуть-чуть попозже Всем хорошего настроения Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok